Очень доброе утро! Кто-то спрашивает, а где Ивасик? А вот Ивасик. Вот так Ивасик спит. Он спит всегда в своей кроватке. Вот-вот там. Вот. Прямо возле телевизора. Но, когда я тут сцеживаюсь, вон моя машинка для сцеживания, он всегда приходит и просится на диван. И я его оставляю. И он тут ночью спит. Да, мой хороший, не буду тебя трогать, потому что сейчас к Натанюшке пойду. Да! Сейчас мы пойдем. Натанил там нас ждет. Да? Пойдем. Всегда, когда я его здесь кормлю, Натанюшку, Натанил всегда смотрит на эту фотографию. И я ему рассказываю, да, это мама и папа на фотографии. Обожаю эту фотографию. Очень люблю. Мы родителям такую подарили, но только меньших размеров. Маме, и потом маме с папой подарили. И мы решили себе точно такую же фотографию сделать. А Натанюшка и здесь. Что там? Я ночью уже кормлю на этом кресле. Привет! Малышек! Моя маечка. Малышек! Сколько у нас там температуры? 74,4 и 41 влажность. Натанил! А кто это тут покакал? Кого мы будем сейчас заменивать? Натанюшка? Ой, ну привет же! Ах, привет! Привет! Привет, родной человек! Привет, родной человек! А то, что я говорила, что Натанил кушает по 200 мл, это кушал он на 3 недели. Когда ему было 3 недельки, сейчас ему уже 6 неделек. Вчера исполнилось ровно 6 недель и 1 день сегодня. Да? Да! И я не знаю уже, сколько сейчас он кушает, потому что я уже не взвешивала его. Хотя мне очень интересно, но я очень хотела взвесить его как раз, когда он после того, как ночью спит 5 часиков, с 9 вечера до... Он спит до 2 всегда. 2.05 где-то он просыпается. И вот я хочу его всегда взвесить на голодной желудочке, посмотреть, сколько он съедает. Что такое? Но что-то я забываю постоянно, потому что когда он плачет, я его кладу, потому что он голодненький, он начинает трогать ручками и ножками, и тогда весы неправильно показывают. Надо несколько раз его перевешивать. А его перевешивать надо, говорю, так че-че-че-че-че. Короче, надо как-то взвесить, да? Да. Вот после дневного сна обязательно надо взвесить и посмотреть, сколько же ты кушаешь. Ты кушаешь меньше? 200 или больше? Кто-то говорит 200 миллилитров за один прием пищи, это прям норма годовалого ребенка. Ну не знаю, мы так любим кушать. Молоко вкусное. Да, молоко вкусное мама наварила. Мама наваривает вкусное молоко. Да? Что ты, ребеночек? Что ты? Что ты? Кто-то говорит, ему если по животику делать, он прям сгибается, ему не нравится. Не знаю, не замечали. Мы его прям темаем в животике, он улыбается. Может, в том видео как-то такой момент вышел. Ну что ты? Что ты, ребенок? Рудиками, ножками. Тип-топ-топ-топ. Тип-тип-тип-тип. Интересно, сколько ты сейчас весишь? О, давай? Тебя взвесим, давай? И мы будем знать, сколько ты весишь. Кти-ти-ти-ти-ти-ка. 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 Мальчик любимый. Да? Давай. Сейчас. Сейчас мама папу помоет, да? Будем папочку мыть? Да, всё, и взвесим его. Всё, мы только что взвесились, и мы весим 5 килограмм 850 грамм. О, 5 килограмм 850! А он родился 4200. Это означает, что он набрал килограмм шестьсот... шестьсот пятьдесят Килохрамм шестьсот пятьдесят Вау, за шесть неделек мы так набрали вес Наконец-то хоть чуть-чуть складочки появляются А то был такой сухенький ребеночек А так уже хоть есть, за что можно потрогать, пожмякать Ка-ти-ка-ти-ка-ти-ка-га Да? Ой! У нас уже почти первый размер полностью блок закончился Не помню, сколько там было подгузников, но я не знаю Ему еще этот подгузник нормальный, это Хагис Но я и знаю, что сейчас скидки на подгузники Хагис в Костку до 29 января Они целый месяц были с 29 декабря по 29 января Поэтому если вы хотите, можете поехать в Костку купить Там 10 долларов скидка на каждый блок подгузников любого размера Но мне кажется, что мы, наверное, будем покупать не Хагис Вот это Хагис, а именно Киркланд Именно с магазина Костку Потому что они как-то смотрятся крупнее Подгузники А Хагис какие-то маломерка Да? Хотя у нас второй блок тоже Хагис Ну, именно второй размер Но нам, наверное, надо будет еще единичку То, если что, будем покупать другую фирму Попробуем Все, мы постепенно одеваемся Сегодня у нас будет голубенький аутфит Да, голубенький? Красивый? Ну и штанишки сейчас оденем Все, наш мальчишка готов Готов Что там? Собачки нарисованы И тут человек И кал Все, пойдем Будем ходить Пойдем А мы все лучше и лучше головку держим Да? Да Скажи, мама, я и кал Да Смотри на эту сторону Это инюшка Это инюшка Ну, сказали не давать химию всякую Хотя Грайп Уортер, которую я даю от икоты Там вообще-то тоже вот этот укропчик Укропчик, там фенхель Там все такое для того, чтобы газиков не было Там все и для коликов, и для газиков И для икоты Но все вместе Я заметила, что как только даю Он сразу же перестает икать Но Мы сейчас пробуем Вот просто Не давать Ну, если минут пять проходит И он продолжает икать Я тогда даю Да Ну, или грунт даю Это не приятно Икать неприятно Все Все Будем Будем что-то решать сейчас Вот это у нас завтрак-обед Алекс сам готовил Ты помогал Что я помогала? Я это не готовил Это мама нам привезла капусту квашеную Вот такая красивая А вот это Алекс сам сделал Бэйглс И со шпротами, которые тоже мама привезла И перец мама привезла Короче, и Алекс еще сделал Вы посмотрите У нас мама сегодня в гостях Поэтому сейчас мы можем Спокойно завтрак-обед сделать А мама с Лилюйской Наносится, да? Да Все, мы будем кушать Так, что я сейчас Заготовлю на ужин Это у нас овощи Тут бруссельская капусточка Грибочки Перец болгарский Куча всякого Это Вот, они были все замороженные Я их в сливочном масле Соль По вкусу И обжаривать Чуть-чуть протушить Вот под крышечкой Также у нас на ужин Вот Лосось Я вначале обжарила Это тоже замороженные кусочки были Вначале обжарила С разных сторон Потом в духовку разогрела Вот Лимон Под фольгу И в духовку На минут 15 Вот так у нас будет Ужин прекрасный И вот такой у нас У нас прекрасный ужин вышел Кусочек лосося Вот эти овощи Аликс, ты счастлив? Очень То стейк мы кушаем То сэмм мы кушаем И вот человечек на мне висит вот так И мы поем Тили-тили Троли-вали Это мы не проходили Это маме задавали Скажи, мама Маме кушать с папой не блю Приходится так А иногда А иногда приходится Просто Кормить его А потом Аликс меня кормит с рук Ой, с рук С ложки Короче, сам кормит Паровозик Короче, у нас Я тебя кормлю Ты его кормишь Да Я его кормлю Он ко мне Прицеплен На мне А Аликс мне Филкой Тили-тили Троли-вали Это мы не проходили Это нам не задавали Ой, у нас Эксерсайз перед сном Делаем упражнение Головку держим Ой, какой ты молодец И Васечек Привет, Ляля Ну ты, Юшка Молодец какой Так хорошо держит Головку Какой ты молодец Ты разговаривал с папой? Что ты говорил папе? И жаба И Васечек Ты так хочешь Ласки, да Ласки Я уже устал Не, Натальюшка Еще Надо головку держать Ой, молодец Папа придержит Папа какал Ой, молодец какой Вот, папа Почему я хныкал Вы все говорите Что Натальюшка Такой крупненький Смотрится на несколько месяцев Старше, чем он есть На самом деле Но Натальюшка Он просто Он смотрится в кадре Такой Потому что даже с первых дней Когда мы фотографировали его И отправляли в наш чат Где наши родители То они говорят Вау, какой крупненький Как только приехали в жизнь И его увидели Он такой маленький Сказали Он такой крошечный Поэтому Натальюшка Это все Камера Все ракурс Да Камера Добавляет Пять паунтов Ну он Ой Скажи Папа Все Пошли меня Привет Уже головка Уже тяжелая Стала Жабонька Жабонька Привет У нас Натальюшка Он всегда Он всегда Я не знаю Вот как просыпается Вот у нас Натальюшка Всегда Когда просыпается Он днем спит Два или три раза Максимум И вот у него Последний сон дневной Это он просыпается В Где-то в пять Да В пять часов дня В пять часов вечера И после этого Он просто бодрствует Постоянно И вот это в девять Он ложится спать Вы посмотрите на Ивасика Жабонька Алло Кто там Кто там Кто там И вот он С пяти вечера Просто постоянно Бодрствует До девяти Он хочет спать И я знаю Что его надо уложить Вот он Покушает Где-то Не знаю Там минут Сорок-пятьдесят И потом Он чуть-чуть Пободрствует И я Придерживаюсь Правила Точно такого же Самого Как и в обед Когда он покушал Пободрствовал Только захныкал Я его сразу В кроватку И все Два часа Положу Как сделать так Что после пяти Потом он начинает Плакать Мы думаем Наверное Наверное Кушать хочет Опять бутылочку Потому что Сцежное молочко Я вся восстанавливаюсь На вечерний прием Пичи Сцежное молочко В бутылочке даем Он пытается пить Не хочет Язычком Выталкивает А что тогда Сцежное молочко Сцежное молочко И мы начинаем Сцежное молочко Сцежное молочко Хоть на час Но он не спит Вот с пяти до девяти Он не спит Если у нас Есть здесь Педиатры Которые смотрят Помогите пожалуйста Помогите пожалуйста Как решить Эту ситуацию Я уже читаю Столько статей И говорят Не давайте спать Днем Как не давать спать Давайте Чтобы он Уставал Так Чтобы он уставал Сделайте атмосферу Дома Чтобы было Более темно На вечер Да Оно так Есть Света нет Только Ночничок Он спать хочет Ну он спать хочет Не ложи его спать Смотри Уже 7.25 Кушать не хочет Играться не хочет Носиться на руках Не хочет Спать хочет Вот мы его кладем И вот он Потом кулачки в рот И все И вот сейчас Хнычит Подскажите нам пожалуйста Если вы знаете Какие то Меры Советы Или что Нужно Посоветуйте пожалуйста Потому что Я думаю Может быть Это не очень хорошо То что он Бодрствует С 5 вечера Аж до 9 Ну как бы Проснулся Так и не спит Или это норма То Вы нам скажите Маленький плачет Аликс Его утешает Маленький Как лягушу Она плачет Ладно Мы будем Успокаивать его Маленький плачет